Всем привет! Спасибо, что смотрите мое видео. У меня для вас мотивация на еженедельную уборку всей квартиры. Убираться мы будем во всех комнатах, на кухне, ванной. А вас я хотела попросить подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий. Это очень важно для меня и поможет в продвижении моего канала на ютубе. Ну а мы начинаем! Решила первым делом снять занавески с окон. Сразу хочу загрузить их в стиральную машину. Думала снять их, оставив крючки в карнизе, но на первых трех я поняла, что руки у меня уже устали. А впереди еще целых два окна. Поэтому просто перетащила занавески на ту сторону, где открывается у карниза стоп. И вытащив его, все легко у меня снялось. А крючочки потом я дала задание мужу, чтобы он их вынимал. Заправляю кровать у старшей дочки. Под подушку я положила в то, в чем она спит. Уберу вот этот плед, он немножко не подходит. По размеру к этой кровати маловат. И родное покрывало этой кроватью. Я постирала, оно у меня высохло. И сейчас я его буду положить на место. Эвелине 5 лет будет на днях. И пока на кровать у меня сама не заправляет. Бывает на нее найдет какое-то такое желание. И она попросит, что дай, мама, я сама заправлю. Но на регулярной основе она это пока не делает. Для занавесок включила я быструю стирку на 40 градусов. Это программа у меня. Вернулась я в спальню и сразу протираю подоконники. Использую я здесь средства для стекол. Но брызгаю я их только на подоконнике. Окна я не мыла. Думаю, что когда сниму наклейки вот эти новогодние, то обязательно нужно мне будет помыть окна. Хотя бы с внутренней стороны. Но пока у меня такая быстрая уборка. Потому что Кориша не очень сидит хорошо с папой у меня сегодня. Немножко поднывает. Поэтому я стараюсь не 3 часа уборку делать, но хотя бы успеть за час, за полтора. Муж у меня был, конечно, выходной в этот день. Можно было его использовать по полной, чтобы все навести чистоту марафет в квартире от и до. Но такой задачи у меня не было. И хотелось дать возможность и мужу немножко отдохнуть. А не только сидеть с детками. Так как ему еще нужно было сходить в садик за старшей. Поэтому я старалась побыстрее все сегодня делать. Перед тем, как мыть полы, я обязательно пылесошу. Намного это упрощает мытье полов. Все крошки собираются. И остается только пройтись влажной тряпочкой. Немножко в кадре сегодня побудет и Кориша. Никуда ее не денешь. Она всегда присутствует дома со мной рядышком. У нее свои тут дела в этой комнате. Даром, что я тут убираюсь. Ей срочно понадобилась одежда. Сегодня я так пройдусь по полу слегка. Не буду заглядывать в каждый уголок. Наклоняться, руками вымывать. Вот докуда швабра у меня достанет. Там и помою. И буду молодец. Потому что перемыть всю квартиру, это тоже требует длительного времени. И я с собой довольна, что я решилась сегодня на такой шаг. Спальню мы закончили. Полы помыли, пропылесосили. Занавески у нас стираются. Переходим дальше в зал. Убираю белье, естественно. Ни дня без белья, наверное, не обходится. Освобождаю ковер, чтобы он был в свободном доступе. Убираю сушилку. Уберу сейчас коляску. Поменяю насадку у пылесоса и буду пылесосить подушки. Кошка хоть и не линяет сейчас, но все-таки длинные волоски от ее шерсти встречаются. Особенно видны они на черных подушках. Поэтому все пылесосим. Покрывало я потрясу ванную. На нем достаточно много крошек. Уборка с детками, конечно, это отдельный разговор. Идеальная уборка это когда ты дома убираешься один. А когда дома присутствуют домочадцы, то это уже, конечно, не то. Когда один дома, то есть какой-то план действия. И сначала сделать одно, потом другое. А когда дома еще кто-то, то, конечно, все не так. У меня появляется много лишних движений. И я начинаю метаться по квартире. Не знаю, за что схватиться. Что сделать первым. Так как хочется сделать очень многое. А времени катастрофически мало выделено. Начинаешь метаться по квартире. Стараюсь сделать все сразу. Пропылесосила весь ковер. Убрала попутные игрушки все с пола на место. И хочу сейчас немножко я переставить вот этот стеллаж. Сначала тоже все пройдусь пылесосом. И хочу перегородить вот этот проход на балкон, где стоит кухня детская. Так как вот Кореша часто там сидит и бывает. Падает оттуда вперед, вот сюда спиной. Поэтому для ее безопасности я сейчас хочу передвинуть стеллаж. Но предварительно все пропылесошу. Поставлю я так пока временно. До конца зимнего сезона. Зимой редко ходим на балкон. В отличие от лета, конечно. И пока перегоражу проход. Ничего страшного. Если что-то надо будет, то отодвинем. Так стало, мне кажется, даже лучше, что можно подойти к окну. Свободно полить цветы. А с фикусами у меня сейчас проблемы. Они немного осыпаются. Возможно, я буду их поливать сейчас почаще. Здесь на окне стоят у меня все мои цветы. Больше нигде цветочков у меня нет. Подоконник этот я тоже решила помыть средством для стекол. Просто попшикала и вытираю. Здесь у меня немножко пролилась вода, когда я поливала цветы. Тоже все затираю. Сейчас быстренько протру пол. Шваброй немножко затерла в той комнате, пока собиралась мыть полы уже. Там натоптали опять. Просто прохожу, собираю пыль. Так как я уже пылесосила, то крошек у меня здесь нет. Но все равно стараюсь вымыть ее чаще всего на два раза. Тем более, если позволяет время, то мне кажется, лучше мыть всегда два раза. Вытираем пыль теперь. Пройдемся тоже средством для стекол, чтобы пахло вкусно отовсюду. Вытираем розетки, выключатели. Пыль на стеллаже. Конечно, пыль на компьютерном столе. И стало немножко некомфортно теперь за ним сидеть, так как вот места практически не осталось. Но ничего, это временное. Летом все мы поставим, как и стояло. Зал я закончила, перехожу на кухню. И решила все выдвинуть. Раз у меня мебель сместилась к компьютерному столу, то можно немножко все пододвинуть, чтобы удобно было прибираться. Все выношу. Люблю все вынести, чтобы было место, где разгуляться для уборки. Заодно вытираю столик. Тут крошки у меня были. Освобождаю стол. Хочу его вымыть полностью, чтобы мне ничего не мешало. Все решила убрать. И так гораздо проще вытирать его. Не нужно ничего огибать. И увидела немножко, тут запылились перец, соль. Все протерла. Кофе цикорий я протираю. И поднос, на котором все стоит. Кухня небольшая. И, к сожалению, со стола это никуда не спрячешь. Этим мы пользуемся каждый день. Сахар, кофе, салфетки. Все надо, чтобы было очень удобно брать. Поэтому стоит на столе. Мою средством BioMio. Написано на основе натуральных компонентов. Но все равно после него стол протираю я несколько раз. Споласкиваю его просто водичкой. Протерла я несколько раз, чтобы мне было спокойно, что ничего не осталось от моющего средства. Тоже отодвигаю все. Хочу помыть пол беспрепятственно. Сначала пылесошу. Собираю все крошки. Крошек много. Всегда на кухне, особенно под столом. И все еще я не могу нарадоваться своим пылесосом. Очень это удобно, когда у него нет провода. Не напрягает подойти его взять лишний раз, чтобы пропылесосить. Конечно, когда был большой такой агрегат или метелка, то лишний раз не хотелось вставать, идти пылесосить или подметать. А здесь даже не задумываясь, просто идешь, берешь, пылесосишь. Как-то незаметно проходит этот процесс. Поэтому вот эти крошки под столом меня никак не напрягают. Я просто беру пылесос и быстренько запылесошиваю. Кухню я закончила. И сейчас буду переходить в прихожую. Именно начинаю я отсюда, а не с ванной. Так как я часто хожу все равно к раковине во время уборки. И чтобы грязь не разносить снова из прихожей по всей квартире. Поэтому начинаю именно отсюда. Включила здесь самую мощную скорость у пылесоса. Всего у него три скорости. И все тщательно пропылесосила. Пол здесь я мою с добавлением в воду жидкого мыла для рук. И тоже прохожусь два раза. Передвигаю все. Здесь у меня спрятаны тапочки мои дежурные. В них я мою пол обычно в коридоре. Но сегодня как-то не случилось. Я и без тапочек, и без перчаток. Запылесосила здесь все опилки от кошачьего наполнителя. И тоже все тряпочкой протерла. Коридор я закончила. Сейчас буду переходить в ванную. Но начинаю я с того, что мою обувь. Я ее из коридора поставила просто на раковину. В ванную я грязную обувь не ставлю. Стараюсь как-то ее нагромоздить больше на раковину. Или оставляю в коридоре. Но вот в ванную грязную обувь я не ставлю. Пылесошу все, что у меня вытряслось из ковра на пол. И, конечно, прохожусь и по всему полу заодно. Полы сегодня я мою только шваброй. Не беру свою маленькую тряпочку с маленьким ведерочком. Чтобы вручную проходиться вдоль стен. В труднодоступные места я сегодня не планировала залезать. Сполосну освежитель воздуха. Ставлю его на место. И вот эту тряпочку, которой я мыла пол, я сейчас залью саноксом. И пока буду мыть зеркало ванной, я ее вот так оставляю на раковине. Пускай она лежит, дезинфицируется. Зеркало я все убрала. И протираю просто водичкой. Без всяких средств. Эту тряпочку бордовую я покупала в фикс прайсе. А вот насухо, которое я вытираю, это юбка от платья Эвелины. Платье у нас износилось, но ткань здесь натуральная, хлопчатобумажная. Впитывает она хорошо, поэтому я такие вещи оставляю, которые уже износились. И в дальнейшем их использую. Тряпочки для уборки я в машинках не стираю. Если вижу, что она уже становится никакой, вся изнашивается, начинает пахнуть, я ее просто-напросто выкидываю. Для унитаза у меня каждый раз новая тряпочка. Их я вообще не храню после использования. Просто-напросто выбрасываю. Ветоши у меня много, поэтому я не экономлю. Унитаз я мыла саноксом. Не люблю, когда на камеру показывают, как моют унитазы ершиками. Поэтому я оставила это за кадром. А вам показываю, как в конце каждой уборки я мою раковину. Тоже саноксом. Очень много пены дала эта губка. И в конце я ее все-таки поменяла на тряпочку, потому что не могла смыть пену с раковины. Оказалось, я тут бесконечно ее смываю, смываю, а ее только все больше. Пройдемся по комнатам, посмотрим результат моей уборки. Полы я помыла во всех помещениях. Ковры везде пропылесосили. И вытерли пыль. Все, что хотела, я сделала. И последнее, что я делаю. Развешиваю занавески тюль. Некогда мне сегодня их уже гладить. С ними, конечно, нужно тоже повозиться. Погладить, во-первых. Потом повесить. Это все длительно по времени. Ставлю это на другой день. Спасибо всем за просмотр. Внизу в описании я оставила ссылочку на мой инстаграм. Заходите в гости. Я же буду с вами прощаться. До новых встреч. Пока-пока.